Приветствую вас на очередном уроке в тренинг-центре VivaStars. Это заключительный урок по замечательному сервису ReStream. В этом уроке о возможности, которая позволит вам экономить колоссальное количество времени. Это возможность транслировать записанные видео в качестве прямого эфира. Как это делается в ReStream, я вам покажу. И, конечно, в этом ролике я расскажу, а как же Instagram. Почему нельзя стримить в Instagram? Вы поймете, что это можно. И я расскажу вам об очень простом способе, как это делать. Но и так как это заключительный ролик, немножко пробежимся по пунктам меню сервиса ReStream. Их немного, они очень понятные. Первый пункт – список ваших каналов. Щелкаем на него и попадаем на страничку, на которых вы настраиваете каналы для трансляции. Второй пункт с соображением камеры. Это как раз быстрый переход Live Studio для тех, кто проводит прямые трансляции, не пользуясь никаким дополнительным программным обеспечением. OBS, XSplit и так далее. Третий пункт с изображением чата. Это и есть чат. Для стрима уже записанных видео он нам потребуется. Если вы хотите все-таки качественно произвести имитацию прямой трансляции, то чат вам будет нужен. Далее идет у нас аналитика. Вы можете смотреть, как эффективно у вас проходят прямые трансляции, в каких социальных сетях у вас наибольшее количество зрителей. Вот я вижу, что меня больше всего смотрят ВКонтакте, на Ютубе и Фейсбуке. Остальные социальные сети мне дают очень мало просмотров, но этими просто социальными сетями я и не занимаюсь. Последним пунктом в основном меню рестрима как раз и является планировщик. Это вот то, о чем мы сегодня с вами и поговорим. Если вы нажмете на три кнопочки, то у вас откроется то же самое меню, но в развернутом виде. Появится еще два пункта. Это монитор, справочный центр. К сожалению, в основном справочный центр это на английском языке, поэтому все-таки рекомендую вам обращаться в техподдержку и общаться с русскоязычной техподдержкой. Ваш аккаунт, настройки вашего аккаунта, ваши платежи. На этом такой небольшой экскурс по сервису рестрим закончен. Как же получить еще больше эффективности от своих прямых трансляций через сервис рестрим? Те, кто проводил живые эфиры, знают, что это, конечно, очень бодрит, это интересно, но это, конечно, требует колоссальных эмоциональных затрат. Конечно, те, кто относится ответственно к проведению эфиров, люди готовятся к ним. Это, опять же, дополнительное время. И бывает до боли обидно, когда вы провели очень хороший эфир, его посмотрели люди, которые пришли на него вживую, увидели, то есть их оповестили. Но большинство, например, ваших друзей его не посмотрело, потому что у вас очень большая география друзей, вы проводите в удобное вам время, например, по Москве, люди, живущие там за Уралом или там в Америке, им в это время смотреть ваш прямой эфир не совсем удобно. Просто его напросто пропустили. Поэтому очень хорошо работают повторные эфиры. Вы берете уже записанное видео и транслируете ее, например, в другое время, то есть для людей, которые живут в других часовых поясах. Что мы получаем? Мы получаем, опять же, оповещение от самого рестрима, плюс вы еще можете сами сделать оповещение через сервис рестрим. Люди начинают смотреть ваш как бы прямой эфир, но вы в это время не сидите перед камерой, то есть у вас есть запись, вы транслируете им запись. Но рестрим имитирует, как будто это идет прямая трансляция. Конечно, это не совсем честно, но чтобы не обманывать людей, у вас же есть чат. Вы можете запустить трансляцию, открыть чат в браузере, и хотя вы сами сейчас не вещаете, но вы сидите в чате, и когда вам будут что-то писать, вы можете прям в прямую им отвечать. Люди будут понимать, что да, вы с ними на связи. Они будут понимать, что все-таки это какое-то живое вещание. Ну и вот благодаря чату, в принципе, можно сымитировать, что да, это живой эфир. Записи живых эфиров очень эффективный инструмент для захвата новых людей. Плюс, если к этому относиться творчески, никто же вам не мешает создать несколько аккаунтов в сервисе ReStream. Для того, чтобы другие аккаунты подключить другие каналы, то есть подключить другие профили в социальных сетях. Например, у вас несколько раскрученных аккаунтов Facebook, либо Одноклассников, либо ВКонтакта. Либо вы купили чьи-то уже раскрученные профили и транслируете свое записанное видео в эти новые аккаунты. Вы получаете новых зрителей. Причем социальная сеть считает, что это прямой эфир, она их оповещает, и вы получаете максимальный эффект от своей работы. Если вы транслируете хорошее видео, записанное на эмоции, с какой-то очень полезной информацией, с призывами действия, вот эта работа будет практически сопоставима с платной рекламой, потому что вы будете захватывать много людей, и, как ни странно, не будете тратить на этом ни копейки денег. Итак, как же запустить в прямой эфир запись? Выбираем из меню планировщик. Вам нужно сделать три шага. Подключить планировщик, вы его уже подключили. Загрузить видео, это мы еще не сделали. Подключить каналы, они у нас уже подключены. И нажать на кнопочку начать эфир. То есть мне сейчас нужно загрузить видео. Перехожу на страничку видео. На бесплатном тарифе вы можете загружать не больше двух роликов, а раньше было вообще один ролик. И у вас ограничение по времени на бесплатном тарифе. То есть какую-то длительную трансляцию, больше 30 минут, вы на бесплатный тариф не сможете загрузить. То есть вам, опять же, для этого потребуется платный тариф, который позволяет в прямой эфирке дать видео больше длительности, час и так далее. Для того, чтобы загрузить видео, нажимаем на кнопочку загрузить видео и выбираем видео с вашего компьютера. Можно загружать видео виртуального диска, но прям возможность грузить с Google диска это быстрее произойдет. Если загруженное вами видео вам уже не нужно, нажимаем на три кнопочки в левом верхнем уголке и удаляем это видео, загружаем новое, чтобы обойти ограничение в два загруженных видео. Итак, видео загружено, возвращаемся на первую страничку, нажимаем на кнопочку запланировать трансляцию. Придумываем название этой трансляции, устанавливаем дату и время. То есть, например, я хочу запланировать трансляцию на какое-то ночное время, либо, например, на раннее утро. Я ставлю эти данные, выбираю их в поле дата и время и нажимаю на кнопочку запланировать ивент. Все. Сервис работает без вашего участия, это онлайн сервис. Эфир произойдет в нужное вам время. Если вы хотите сами присутствовать на эфире, ну откройте чат и поддерживайте отношения со своими зрителями. Вот такая очень хорошая возможность, причем, как вы понимаете, это возможность, если вы не используете чат во время эфира, не требует вообще никакого ума. Это возможность, которая может быть полностью автоматизирована. Вот сейчас мы с Владом Петровым пишем скрипт, который как раз будет вот эти прямые трансляции именно автоматизировать. Вы укажете, какое количество аккаунтов Restream вы используете. Для этого их нужно будет просто-напросто настроить, зарегистрировать, сделать то, что я уже вам рассказывал. И будете указывать, какие видео надо загружать. Скорее всего, сделаем для быстроты загрузки, загрузку этих видео вот с Google диска, чтобы просто ссылки размещали и все, чтобы сделать этот скрипт вообще универсальным. Запускаем скрипт, и он начинает вам стримить, планировать трансляции в нужное вам время. Вот такой вот замечательный инструмент для рекламы ваших очень хороших видео вы можете получить и получить абсолютно бесплатно. Он будет лежать в нашей открытой, более продвинутой версии этого скрипта в закрытой части нашего тренинг-центра. На этом практически все, что я хотел, я рассказал о сервисе Restream, но теперь как же с Instagram. Общаясь с техподдержкой сервиса Restream, я понял, что эти ребята очень умные и очень активно развивающие свой сервис. Как стримить в Instagram, используя сервис Restream, я расскажу в нашей закрытой части, потому что для этого нам потребуется настройка дополнительного приложения. Но все это будет в полной версии нашего курса. Как же сейчас, опять же, по самому простому, вы можете проводить еще трансляцию и в Instagram? Что вам для этого потребуется? Вот по простоте. У вас есть телефон с вашим любимым Instagram. Купите для него какую-то подставочку. Но если нет никакой подставочки, поставьте его рядом с вашей веб-камерой. То есть вот прям рядом с веб-камерой я взял, поставил свой телефон. Запускайте трансляцию в Restream и запускайте трансляцию в Instagram. Да, потребуется какое-то небольшое время на синхронизацию, чтобы все это одновременно началось. Но там придумайте какую-то вступительную паузу, либо включите какое-нибудь вступительное рекламное видео небольшое, чтобы начать говорить одновременно во все ваши платформы. О чем нужно помнить? Если вы расположите свой телефон рядом с своей веб-камерой, у вас будет эффект эхо. То есть то, что вы говорите в Instagram, будет еще эхом идти и в платформу Restream. Поэтому, чтобы избавиться от эхо, вам для вашего телефона потребуется гарнитура, которую вы подключите к своему телефону. Будете говорить в микрофон гарнитуры, а микрофон веб-камеры будет у вас разнесен. Поэтому вот этого свиста не будет получаться. Если, конечно, у вас вот такой вот выносной микрофон, как у меня, то микрофоны тоже будут расположены близко. И это, возможно, тоже приведет к свисту. То есть нужно разнести ваши микрофоны подальше друг от друга. Это первое. Второе. Вам необходимо будет отключить звук на вашем компьютере. То есть чтобы звук не шел через динамики. Иначе, опять же, ваша гарнитура будет слышать то, что вы говорите, тот звук, который идет через динамики вашего компьютера. И это, опять же, будет создавать эхо для людей, которые смотрят вас в Instagram. То есть такое двойное звучание. Вы будете слышать то, что вы говорите через наушники. С людьми, которые слушают вас в Restream, вы будете говорить через микрофон, например, вашей веб-камеры. А с людьми, которые смотрят вас в Instagram, вы будете говорить через микрофон вашего телефона. Итак, это самый простой способ, как еще добавить ваш любимый Instagram в качестве платформы вещания. В продвинутой версии расскажу о стриминге с телефона с использованием приложений для мобильного стриминга. И расскажу о дополнительном приложении, которое рекомендует сервис Restream для того, чтобы связать Restream и эфиры в Instagram. Всем спасибо. Если у вас возникнут вопросы, а скорее всего они будут, пожалуйста, пишите. Я буду продолжать делиться своим практическим опытом. Вы найдете на страничках нашего тренинг-центра. Успехов!